Добрый день, дорогие зрители канала Ваша Дача. С вами Татьяна Башмакова. И сегодня я вам покажу, как мы укрываем розы на зиму. Ну, вначале мы должны разобраться, зачем нужно укрывать розы. Прежде всего, конечно, мы все знаем, что надо их спасти от морозов. Но вторая опасность для роз – это и опасность выпривания. Поэтому, укрывая розу на зиму, мы должны учитывать эти факторы. И в процессе укрывания я вам расскажу, какие основные условия мы должны выполнить. То есть, роза должна не замерзнуть и не запреть. Поэтому, из этого следует, надо сделать ей сухое тепло. Ну, сейчас я первое буду показывать на розе плетистой. Плетистая прямо стоячая роза, которая цветет повторно, несколько раз на побегах одного года. Вот этой розочке у меня уже 5 лет, поэтому она не очень боится уже вымерзания вот здесь вот внизу. У любого растения многолетнего основа – это корень. Мы должны уберечь первая корень. Даже если вдруг случится какая-то страшная непогода и вверх вымерзнет, мы должны уберечь наши корни, которые дадут все равно молодые, хорошие побеги. Поэтому розы мы засыпаем землей. Ну, не рекомендуется брать вот здесь землю. Почему? Потому что вот насколько куст дает свою верхнюю крону, настолько и у него корни располагаются здесь, вокруг куста. То есть это касается и винограда, и роз, и других кустарников. А у меня это был огромный широкий куст. Поэтому, беря здесь, я наоборот оголяю корни, оголяю часть своих корней. Поэтому землю я насыпаю с другого места. То есть я насыплю конную землю и покажу, какой результат. Естественно, внизу обязательно надо обрезать все листики. То есть землей накрывать листики нельзя. Вообще рекомендуется убирать все листья. Ну, как бы так в теории, все об этом говорят. Но мы вот попробовали такой метод зимовки. Оставляя листья именно, скручивая розочку с листьями, очень хорошо зимует. Но такое вот главное правило. Ни в коем случае нельзя закрывать розу рано. И ни в коем случае нельзя укрывать, укутывать розы во влажную погоду. Всегда найдется, ну, какой-то сухой день. Вот в этом году осень очень дождливая. Просто непрерывно идут дожди неделями. Не страшно. Розе даже круглые сутки минус пять. Это ей в самый раз. Вообще вот стебли розы вот такой минус двадцать выдерживают легко. Но минус двадцать в сухости. Минус двадцать во влажности, конечно, нет. Поэтому мы должны до сильных морозов обращаться к гидрометцентру. И до сильных морозов заранее укутать наши розы. То есть чем больше они простоят в холоде, тем лучше. Но чтобы не получилось так, что сегодня дождь, завтра минус двадцать, и они замерзнут. Поэтому хорошо бы пару дней, ну, хороших круглосуточных морозов, сухих, и тогда мы укрываем. Вот для конуса я беру какую землю. Вот у меня есть горшки с петунией и вот такая вот трехъярусная клумба. Вот это самая лучшая земля. Там есть сплошные корни. Вот прошли дожди, просто ливни, а земля рыхлая. Вот это вот всем советую, если у кого есть, ну, у меня огромные вазоны, поэтому у меня такого добра хватает. И я вот с нее, ну, даже я без особого усилия могу это сделать. Полный процесс я вам не буду показывать, покажу, как засыплю. Сейчас я вам расскажу, как мы укутываем такие именно большие, толстые, прямо стоящие стебли. Вся обрезка будет весной. Тут эта роза уже сильно постарела, ей пять лет. Буду кардинальную делать обрезку, все вам покажу весной. Как укутываем? Берем веревочку и, ну, сейчас я не буду обвязывать, тут уже немножко обвязано. И вот именно вверх, вверх розы немножечко стягиваем. Не сильно, не до конца. И вот тут вот, и повыше вот это вот все стягиваем. Формируем как бы конус, ну, такой приблизительный конус. Розы, как известно, основную обрезку мы делаем весной, поэтому сейчас только то, что мешает. А дальше уже мы его наклоняем, этот конус. И когда мы его наклоним, вот когда мы наклоним, тогда мы уже обвязываем более плотно. Если мы сразу сделаем обвязку, мы просто не дадим возможности в этих местах им согнуться. Они даже могут поломаться. Ну, желательно от опор их, конечно, немножечко раньше снять. И вот такой плотненький конус. Завязываем плотненько, не боимся. То есть сухая погода уже постояла пару дней. Мы спокойненько завязываем. Даже если у вас продолжается тепло, вот в таком завязанном весе они могут находиться долго. Не боимся. Вот листики, во-первых, они здоровые. Во-вторых, никакие жучки, паучки здесь давно не зимуют, так как уже были холода, были морозы. Поэтому там уже никого нет. Они все спрятались в землю. Уже эта борьба вся будет весной. Дальше вот мы решили вот укрывать вот таким вот материалом, попробовали. Очень удобно. Это современные мешки. Он и влагу вроде бы и не пропускает. И в то же время этот материал дышащий, плотный. То есть дальше я буду обвязывать свой конус. Так как он у меня земли не касается, мне не надо на землю ложить лапник или какие-то сухие материалы. Можно подставить здесь пенечек, если у вас он сильно ложится. Раньше, когда они были помоложе, подкладывали пенечек, чтобы она земли не касалась влажной. Дальше вот это вот обвязываем. Ну вот я хочу, мне такая длина, естественно, не надо, мешочек дальше одеть на верхушечку, чтобы было удобно. Вот эту часть на такой высоте мы этих цветов не увидим. Их сосед за забором смотрит. Поэтому это я смело отрезаю и одеваю мешочек. И сейчас вот я нашу розочку дальше досыплю и покажу вам дальше. Это вот один способ вам первым показываю, потом покажу второй способ для другой розы. Вот я его засыпала корни и сверху примотали материал. Вы можете использовать агроволокно. Но вот такой материал чем удобен? Через него колючки не колят, когда заматываешь. И он очень хороший, очень плотненький. В то же время он не сплошной. То есть клеенка плохой вариант. Только надо точно знать, что не будет оттепелей. И дальше все это привязано к забору. Мы вот убедились, что розы лучше садить или под забором, или под домом, где нет сквозняков. У нас есть один кустик, прекрасный роз, который вымерзает ежегодно, уже в течение года 4 вымерзает. Потому что он находится на сквозняке. То есть продуваемости не должно быть. И дальше, так как у нас возле забора, мы прикрываем это, ну, можно шифером. У кого есть какой материал, можно просто каким-то материалом вы приспособитесь. То есть вы можете делать, как вам это удобно. То есть наклоняем, чтобы не было воздуха к забору. Сейчас, не знаю, получится ли у меня красиво. И вот сделала выводы из того, что очень удобно возле забора. Вот следующие кусты, новые у нас тут сорта тоже плетистых роз, мы посадили уже поближе к забору. Но укрывать я его буду попозже. Ну вот, шифер установлен. Вот эти щели, если у вас очень большие морозы, прям вы очень боитесь, то их можно закрыть именно травянистыми растениями разными. И если у вас очень лютые морозы и очень долго, то можно было сверху на вот такой материал, на эту мешковину, агроволокном укрыть, хоть несколько слоев. То есть этот материал, он именно хорош на сами розы. Вот я вот там, где у меня вот получается сквозняки, вот следующая роза высокая, я вот укладываю даже вот цинерария. Она вот не гниет. В условиях зимы и небольших там, ну, оттепелей, она не гниет, очень удобно. И вот растения, которые, цидают вербейник, вот я вот это все срезаю, срезаю и дальше как бы упаковываю. Они настоящий натуральный материал, и все получается вот замечательно и хорошо. А вот эта розочка, вот она настолько прямо стоячая, и вот она, видите, какая такие корни, вернее не корни, а стебли внизу одеревеневшие. То есть омоложение происходит, не дает она молодых побегов снизу, то есть получается уже с этих корней, нам их никуда не деть. Здесь мы ее тоже обвязываем. Тоже обвязываем, но наклонять такую розу не имеет смысла, она не наклоняется. И поэтому мы просто обвязываем и к забору, и большим листом шифера. И точно так же вот эти вот все растения наши, малина срезанная, все это закрывается с боков, чтобы не было движения холодного воздуха. Прекрасно розы зимуют в таких условиях. Ну обычные кустовые, чайно-гибридные, ну там нечего рассказывать, просто нагребаем конус, а потом его надо вовремя убрать, чтобы наши розы не запрели. То есть рано весной, когда еще холодно, когда мы еще ничего не делаем на участке, розы уже надо разукрыть. И еще один такой важный момент для любых растений многолетних, чтобы они хорошо перезимовали, нужно перекопать землю. Ну вот тут, где у меня будет конус земли, естественно, здесь не надо, но можно и здесь немножечко, перед тем, как конус, но не глубоко. А дальше глубоко. Рыхлая земля, она не дает возможности морозам пробраться к корням. Все-таки самое главное в нашей укрытии, в нашем спасении, рост хорошей зимовки, это уберечь корни и нижнюю часть. Потому что у нас было очень много случаев, когда розы вымерзали, но потом они отбивали снизу новые молодые побеги, и цветы были даже еще красивее. Поэтому укрываем, заботимся о своих розах. Оставайтесь с нашим каналом, и весной вы увидите обрезку, а потом и летнее цветение наших красавиц роз. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok